Это начало видео Шокси, здесь в ПТР Ковенега Майор, мы будем проводить время и много весело. В Катовице было все супер, огромное количество стендов, там был настоящий экспо, там любые бренды, от HyperX и до Зови, но я уверен, ну я это уже вижу, что здесь ничего нет снова, опять на те же грабли. Пиджел, почему у вас никогда нет интерактива для зрителей? То есть сейчас я вам покажу, что здесь находится, и это только пиво, пиво и еще раз пиво, опять. И стенд Зови один. Да, и магазин мерча. Давай посмотрим, что можно купить. Давай, сейчас замерчусь вообще. Так, 650 крон, это сколько у нас? Это, ну, 8700. Короче, цена одинаковая, как и везде, 80 долларов, 85. Так, что у нас тут есть интересное? Нави, Астралис есть, из Новников здесь ничего нет. Катовице был очень классный стенд, они продавали ESL все вещи, которые не смогли продать раньше, либо какой-то брак, и очень задешево. Ну, ESL больше капитала в этом плане, а Пиджел вот, блин, они реально, ну это выглядит реально как будто вот просто у них ничего нет. Костя сказал, что спирт еще есть здесь или уже продали? На этаже выше я видел точно спирит. Окей, пойдем искать спирит, я хочу спирит. Пиво стоит 90 крон, а 90 крон это 1200 рублей, одно. Это, я не алкоголик, подскажи, пожалуйста, сколько это накрутка? Где-то 120%, если не больше, может 150. Но насколько кайфово пить пиво и смотреть КС на стадионе? Я не знаю, знаешь, вот несмотря на то, что я полненький, я вот не люблю пить пиво, я вот что-нибудь по газировочкам, но, честно говоря, сейчас культура боления, я не знаю, видел ты или нет, приехали Golden Hornets, болельщики, да, получается, соответственно, для Vitality. И это просто что-то чем-то. Они пришли сегодня к отелю, и пацаны рассказывают, мы не могли, ну то есть, больше спать, потому что они пришли и под отель начали, Vitality. И они начали прям очень люто заряжать, и они по-прежнему здесь, вот на первом матче мы были, эта поддержка прям сумасшедшая. Литва пьет пиво, и все мы пьем пиво, пей пиво. Ребята, он алкоголик все-таки, потому что они пьют пиво, о, вот, вот оно. Но смотри, спириты закончились, они еще карты назад были. Да ну, я не верю, ну, ты серьезно. Hello, do you have spirit t-shirts? Sold out. Sold out. Maybe tomorrow? No. No? Серьезно? О, смотри, а вы говорили, что Liquid не пройдет на мажорку, прошли. Ну, опять же, Cadent здесь. Cadent здесь, мы видели. Ну, было бы странно, если бы его не было, все-таки датчанин. Слушай, ну, кайфово, я, правда, не понял, к чему приур... Это Alienware, что ли? А, нет, это... Это Liquid. Ну, в целом, да. В стилистике Alienware сделано. Так, шо у нас. Реклама 360 герц. Они выпустили уже 540 герц, я очень хочу его взять. Какой? 540 они выпустили. Реально? Да. А это, ну, это Моники, наверное, не 540. Это 360, который сейчас используется на арене. Have you tried 540? No, no. Is it 500? Yes. The new one, what the price? Цена, на самом деле, не должна быть слишком высокой. Около 600 евро. 1200 евро. А, да, 1200 евро. Это 120 тысяч рублей. Да, и это... Ну, а если с доставкой... А если в Россию или куда-нибудь еще? Но в Грузию это, наверное, вот столько же и войдет. Но, честно, я не вижу 540 герц. I said almost, I said almost. А, потому что FPS от 400. Лол. 40 FPS на 500 герц. Первый раз, вертолетки. Да. Звукоизоляция правда есть. И она хорошая. Я сейчас на стенде ZOVI, где рекламируется 360 герц монитор. Но тут 240, и я захожу на стройки, чтобы это поменять. 60 вообще. Тут вообще 60 стоит. Господи. Ты понимаешь, мы на стенде, где рекламируется 360 герц, но тут стоит 60. Играем на 1000 рублей. У меня Каспий есть. А, Каспий есть? Да. Все, давай. Все, начинаем игру. Вот, он слева. Я его. Ибьем, нормально. Оооо. Это ты? Ааа, сиди, сиди, иди, 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 он ждет меня. Убью и слева вроде. Да. Хорош. Я старался как мог. Так, деньги, деньги, деньги у нас. Пиво есть, ZOVI есть, мерч есть. Все, больше ничего. Ты ездила в Абудаби же, да? Нет, нет, там тоже ничего не было. Самое лучшее это вот Катавица. Там был настоящий, вот знаешь, игромир, больше игромир. Это ESL. Они тоже обычно так не делают. Просто повезло, почему они решили сделать свой отдельный экспорт. В общем, ребят, все плохо за кулисами, но мы сюда зачем приехали смотреть на команду. Да. Одно другому не мешает. Пойдем посмотрим, какая атмосфера на стадионе наконец-то. Let's go. 12-11. Важнейший раунд, но я уже про***л свою ставку. Я поставил на Спире 2-0. Но в любом случае, мы можем выиграть наш Пикем. Я очень рассчитываю на это. Если Пей сегодня заберут, у нас ломается все. Вертига, это так страшно на самом деле. Очень страшно. Но ребята смогли один-один. А ты не в курсе, да? Ты не читал мой пост в Телеграме? Я читал, но я с другом, который просто нехорошо знаю русский. Особенно читаю. А на Саймешоке играешь? Да, в Саймешоке играю просто. Короче, я сделал акцию. Если меня кто-то встретит в Дании, я подарю премиум подписку. А-а, это не знаю. Ты хочешь премиум подписку? Да, какой можно. Я тебе дам промо-гот и его просто активирую на сайте. Он тебе даст премиум подписку на месяц. У нас там сейчас перерыв, поэтому самое время рассказать вам про сайт Let's Kings. Если вы хотите продать, купить скины из КС, Раста или Дота, вы можете сделать на этом сайте. Выгодные цены, хорошая репутация и самое главное, бонус плюс 5 долларов себе на баланс, если вы продаете скинов больше, чем на 100 долларов. Переходите по ссылочке в описании и лутайте классный сайт для продажи и покупки скинов в играх. Это пи***ц, это пи***ц. Наш эпигемер 75% людей поставил на спирит, чтобы они выиграют мажор. Это очень сложно смотреть. Керекан остается 1-5. Это топы за счета 7-0. Да, это ничья. 2-2. Зонтик Сиширо. Блин, его сейчас убьют спину. Зонтик. 8 секунд. 8 секунд. И тут начинается самое интересное. На сцену внезапно выбегает несколько человек. Начинается драка и в итоге падает кубок. Это исторический момент, такого никогда не было в КС. Это моментально вызвало лишние охваты и интерес к турниру. Причина этого это то, что два гембл сайта что-то не разделили. И таким образом КСГ Эмпайр хотел демонстративно показать всем, что КСГ Роул это скам. Кстати говоря, при входе на арену они же раздавали такие флайеры. Но не суть. Сейчас мы имеем то, что теперь будет больше охраны на каждом турнире в КС. Забываем те теплые и доверительные отношения между игроками и фанатами. Это в прошлом. Но это путь к большому спорту. Рано или поздно бы это случилось. Как минимум они добавили ограждения. Сейчас подойти к сцене, как это было возможно. Вчера уже не получится. Все на большом расстоянии. А еще вчера здесь был подиум, который убрали. И теперь здесь больше сидящих мест. Здесь огромное количество людей, но очень мало места. И все примерно в одном месте. Они все у одного стенда. Вы спросите почему? Потому что это единственный стенд здесь. Какой команде ты чирен? Нави или G2? За кого болеешь? Сегодня за G2. Да, шучу я за Нави. Какой команде чирен? Бейс-класс. Нет, нет, нет. Нави или G2? G2. Нави. Я больше на Нави. Нави? Да. Почему G2 и Нави? Мне нравится, что G2 играет больше. Я очень понравился G2 игроком. Он такой сильный игрок. Да. Он тоже. Да. Нави или G2. Я хочу жапонный победу. Градный G2. G2. Супер. Как тебе мейджор? Не, ну. Габаре классная. Продакшн, конечно, хромает. Что, по-стану, а там ромает? Постоянно что-то не то. Файры не горят. Паузы. Кубок роняют. Кубок роняют. Казахстан. Да, Казахстан, ребята. Нави или G2? Нави, конечно, ребят. Мы болеем за наших. Приехали в Копенгаген. Вы болеете на стадионе? Да, конечно, да. Смотрите на меня форум на Австралии. Просто Нави. И смог купить. Но болеем за Нави, ребята. А вы играете на Сави-Шокер? Да. А ты? Я нет. Ну, это п***ц. Я хром. В целом, конечно, не знаю как я в Сави-Шокер, но слабый. Я играю, я кайфую. Я подарю тебе сейчас подписку. А тебе нет. О, здарова-здарова. Нави или G2? Хотелось бы Нави, но будет G2. G2. Ты любишь этот мажор? О, да. О, да. О, да. О, да. Это ты? Это твоя первая? О, да. Первая. В чем? Первая. В Сави-Шокер. В Сави-Шокер. В Сави-Шокер. Найс, найс, найс. Я выбрал G2, если честно. Я думаю, вообще Фейс выиграет. Фейс? Фейс вообще мажор выиграет, мне кажется. Какой турнир? Да. Как тебе? Да, прикольно. Громко, прикольно. Уши закладывают. Т2, т2. Хукси. Дэнис, дэнис, мэн. Окей. Потому что Дэнис. Да. Что с тобой? Навер, Житов? Навер? Житов. И ты? Житов. А еще в честь того, что Монарх, это владелец Хэйсго Эмпайр, сказал о том, что рано или поздно, в течение 30 минут, будет еще какое-то встрече на сцене. Ребята поставили еще одно ограждение здесь. В общем, организаторы очень боятся, но пока ничего не происходит. Рано или поздно, это должно. Но мы все тут сидим и ждем, пока случится что-то неадекватное. Некоторые есть мысли, что открыться свет на сцене. Будем ждать. Ребят, на, ее победили. Я забыл про это. И сегодня увидел случайным образом вот этот тост. Оказывается, когда я был дома у Мондрофула в Одессе, он мне пообещал сказать на сцене про то, что он тренировался на Соби-шоке. А, ну, подожди. Если ты выиграешь в мажор, ты скажешь то, что ты тренировался на Соби-шоке? Конечно. Отвечаешь? Да. Надо не забыть. Да, я тебе буду напоминать каждый вечер. Я понимаю, что коэффициенты на победу на Ви гораздо выше, чем у Фейс, но такое событие. И самое приятное, что я вспомнил про это в полуфинале. Очень жалко за G2, очень жалко за Илю. Это для них уже вроде бы третий финал, где они проигрывают. Одна из самых больших проблем – это найти свободное место, потому что настоящий солдаут. Прямо сейчас на этой сцене 16 тысяч человек. Очень много. Посмотрите, просто ни одного свободного места. Такое я последний раз видел, наверное, в Рио. Оу! Первый из. Ну как так? Гейлингс just long enough. В этом финальном ряду, в этом финальном путешествии, они победили, они победили, они победили, они победили! Сколько большое желание попасть на это? Вообще большое, но шансов вообще вообще не попасть. Там слишком сильные игроки. Два раунда, и нами становятся двукратными чемпионами мира. Игорь – это просто талант. У него 11 фрагов, но они такие важные постоянно. А у Кэргена – 0,12. А нет, 1,14. Молодец. Я просто на 1,2. Игорь – это просто талант. Игорь – это просто талант. Один раунд! У меня сейчас одни и те же мысли. Один вопрос – будет или нет? У меня сейчас одни и те же мысли. Один вопрос – будет или нет? У меня сейчас не может быть. И я хочу сказать, спасибо всем, ребята, за поддержку. Спасибо, мои друзья, за поддержку. Спасибо, мои друзья! Спасибо, мои друзья! Нет, нет, нервно Да, к сожалению, Игорь забыл сказать про Собиршок Наверное, такого шанса больше не будет Вы только представьте, какой был процент того, что это случится То, что будет интервью Мы об этом договоримся То, что сейчас он играет в Na'Vi И они победили мажор с процентом 1 То, что я находился там Все было идеально под этот случай Но, конечно, это очень обидно, но я его понимаю У него были бешеные эмоции При которых невозможно вспомнить такие вещи Когда тебе дается всего 15 секунд на ответ Получилась классная история Но, конечно, она будто не завершенная Турнир мне понравился, но я его не воспринимаю как мажор Все-таки мажор был в Рио А это был турнир на уровне Катавицы А Катавица была приятная Для сравнения советую посмотреть видео из нее Где такая же история получилась, кстати говоря, с Донгом С тобой был я, Эрик Шоков И спасибо тебе за подписку на мой киберспортивный канал ПуКС Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok